В Международном информационном агентстве «Россия сегодня» подвели итоги всероссийского конкурса журналистов. В нем смогли принять участие все, кто профессионально пишет об экономике, бизнесе и инновациях. Главным устроителем премии уже многие годы выступает торгово-промышленная палата. Ее президент Сергей Катырин говорит, без деловой журналистики ТПП просто не смогла бы выполнять свою главную функцию – представлять и защищать интересы предпринимателей. Естественно, наше желание работать вместе, наше желание поддержать тех, кто работает в деловых СМИ. Наше желание, в том числе и финансовую грамотность, чтобы те, кто читает, смотрит и слушает, могли узнать о тех проблемах, которые существуют в экономике, о том, как мы, как система торгово-промышленных палат предлагаем их решать. 285 участников из 64 регионов страны боролись за звание автора лучшей публикации и представителя лучшего делового издания. Тех, кто дошел до финала, пригласили в Москву на форум деловых СМИ. Спасибо большое за высокую оценку нашей работы. Это большая работа нашей команды. Я думаю, все будут счастливы получить этот диплом и этот приз. Подписывайтесь на наши паблики и вы первым узнаете, что у нас вдруг опять упадет на теорет. Здесь журналистов ожидала напряженная дискуссия о контенте и новых форматах деловых изданий. Депутат Госдумы Леонид Левин считает, что сегодня экономическая журналистика в России является мейнстримом развития всей отрасли. Экономические издания мы читаем не только потому, что мы хотим узнать что-то об экономике. Там очень интересные статьи о политике, об общественной жизни, очень интересные колонки экспертов. Это вообще локомотивы наших средств массовой информации в хорошем смысле. Победителей конкурса выбирала экспертная жюри, в которую входят журналисты и бизнесмены. Последние особенно заинтересованы в дружбе с деловыми изданиями, поскольку именно СМИ зачастую формируют общественное мнение о том или ином, например, банковском продукте. Когда поступило приглашение от торгово-промышленной палаты принять участие в этом конкурсе, мы поняли, что именно то, что надо. Формирование позитивного облика, выстраивание такого целого комплекса отношений между деловыми СМИ и банком – это один из ключевых элементов вообще успеха. Специальный приз как информационный партнер конкурса получил холдинг РБК. Выступая на форуме, директор издательского дома РБК Ирина Митрофанова говорила о том, как деловые СМИ трансформируются по влияниям интернета. И главная задача современного издания – предоставлять качественную информацию быстро и удобно для пользователя. Редактор субтитров А.Семкин